Что это? Это новая передача от Петра Семилетова. Пилотный выпуск софт на вскидку. Что такое софт на вскидку? Я в каждом ее выпуске буду знакомиться с каким-нибудь новым для себя софтом и попутно делиться с вами впечатлениями. Сегодняшней героиней выпуска будет операционная система Calibri. Ее разрабатывает коллектив программистов из стран бывшего Советского Союза. Calibri это очень компактная система. Ее ядро помещается на дискете. Да, сейчас еще используется дискет на старых компьютерах. Но я вот скачал образ диска. Он весит 30 мегабайт. Поставил его в виртуальную машину и буду сейчас крутить. Смотреть, что же есть в этой Calibri OS. Основной софт под Calibri пишется на ассемблере. Я в виртуальной машине не смог настроить звук, поэтому программы будут не мы или не мы. Просто впечатление смотрю на что способна система, что умеет, какие входят в составе программы. Пройдемся, а потом скомканно закончим передачу. Начнем. Так, ну вот рабочий стол по умолчанию. Очень такой приятный. Иконки разделены на 4 группы. Вероятно согласно некой упорядоченности. Вот тут справа настройки и какие-то утилиты для разработки. Внизу справа игры. Слева внизу тоже игры и слева вверху различные программы. Внизу мы видим панель с часиками. Вот это, как я понимаю, то ли заряд батареи. А, это монитор. Щелкаем и видим окно монитора. Загрузка процессора, использование памяти и даже есть датчики температур, датчики скорость вращения вентилятора. Ну, поскольку это эмулятор, то об этом речь не идет. Но, вероятно, на каком-то железе датчики определяются. Кроме того, мы видим инфу по процессору. Мы можем запустить некие тесты, которые, вот тут предупреждение, что тесты эти могут навсегда причинить повреждения аппаратной части. Конфиги. Так, Update Time и About. Программа называется Ghost Monitor. А, вот эти тесты, которые здесь доступны, они основаны на известной утилите CPU Burn. Просто идет цикл. Он нагружает ваш процессор до максимума. И при этом смотрим температуру и ждем, пока процессор сгорит. Так, меню, меню, тематическое такое меню. Игровой центр, демки, графика, мультимедиа, эмуляторы, разработка, система, обработка данных, сеть. Давайте посмотрим сначала, что у нас в эмуляторах. Досбокс видим. Эмулятор Z-Spectrum E80. Знаменитый эмулятор NES Все Ultra. Потом Game Boy Color. Scam VM позволяет запускать старые квесты. И This NES Super Nintendo эмулятор. Давайте Досбокс запустим. Досбокс. К сожалению, я пока, но тут в виртуальной машине жесткий диск тоже виртуальный и он изолированный. Я не перекину сюда никакие внешние файлы. Поэтому вот DOS Box мне не с чем показать. Ни с какими DOS-овскими играми. Я думаю, что-то работает. Давайте посмотрим сейчас SysPanel. Это панель управления системой. Рам-диски можно посмотреть. Вот тут два рам-диска созданы. Далее видео режим. Окошечко пустое. Настройка сети. Вот сеть, кстати, подхватывается по умолчанию. Я ничего не настраивал, а сеть подхватилась. Мы чуть позже посмотрим, как она тут работает. Так, SysSetup. Что такое? Тут можно выбрать язык, включить доступ LBA, доступ LCA, выключить спикер, выбрать настройки сглаживания шрифтов. Вот тут субпиксельное, потом просто включить и выключить. Давайте субпиксельное включим. А если мы его выключим, включим просто ON. На что это повлияет? Да, особо не на что, по-моему. Оставим тогда субпиксельное. И размер шрифта. Вот 0.9. Давайте увеличим размер шрифта. Тоже особых не вижу изменений. Вернем по умолчанию. Так, сохранить все. Закрываем. Так, дата и время. Симпатичный виджет календарика. Даже можно переключать по новому стилю и по старому стилю. Интересно, я такого еще в других виджетах календаря не видел. Это указание на то, что виджет календаря разрабатывал человек церковный. Так, далее. Выбор тем оформления. Тема оформления чем-то похожа на GTK 2 или на Emerald. Очень много, кстати, тем оформления тут встроенных и весьма симпатичные. Ну, давайте оставим эту. Так, background. Можно выбрать цвет и режим background шумовой или градиентный. Насколько я понимаю, ставить какую-то фотку нельзя. Ну, да ладно. Skin Config, настройка скина, настройка темы оформления. Так, вот тут можно загрузить внешнюю цветовую тему и внешний скин опять же. Ну, я не буду сейчас искать тут их. А, вот что-то тут. 3D и плоские. Влияет на отображение элементов управления. Оставим плоские. Мне как-то больше нравится. Так, volume, громкость. Ну, это нам не грозит. Я же говорю, я не настроил звук. Панели. Вот, настройка панели задачи и дока. Можно включать-выключать разные элементы. Язык ввода, кнопка меню и размер меня. Изменение размера сразу вступает в силу. Оставим 28. Так, высота сглаживания, полевая кнопка, режим панели не скрывать. Хорошо. Что еще? Мышь. Так, под левшей перенастраивать нельзя. Ну, а можно управлять там скоростью мыши и прочего. Так, мониторинг раздела. Дебаг-борд, доска, отладки и сообщений. А, вот можно переключаться между ядро. Пользовательскими сообщениями. Log такой и Kernel, то есть, ядро. Netstat, статистика сети. Там, сколько пакетов послано, принято. Далее, системный монитор. А это мы уже видели его. Процессы. Список процессов. Сколько занимает памяти. Но, что-то я не вижу, чтобы он описал, сколько именно памяти занимает. Все по нулям. А, вот, оказывается, щелчки в диспетчере процессов на элементах списка. Они завершают эту программу. Не будем далее рисковать. Так, продолжим смотреть этот syspanel. Клипборд. Так, тестирование. Вот это CPUI. Там, тестирование дисплея. Не хочу, не хочу. GraphicBench какой-то есть. Все. Мы посмотрели системную панель. Для маленькой системы более чем достаточно. Смотрим теперь, вот, разные программы вспомогательные. KFM. Calibri File Manager. Файловый менеджер. Так, с его помощью, вот, можно заходить в папки. Менюшки я не вижу. Вместо этого набор кнопок. И, вот, через выпадающий список можно достучаться до других разделов. Можно запускать программки. Смотрим, как это. Вот, так вот работает графика. Кстати, графические возможности системы. Отмечу, что эти программы, они написаны на ассемблере. Так, уровень. Так, контекстного меню какого-либо нет. Вот этот размер, вот, размер, он, насколько я понимаю, в байтах. И вот то, что вот этот вот фаерворк, это 523 байта. А вот уже идет огромная по меркам Calibri OS программа Oclock. Она весит целый килобайт. Вот такие вот Oclock такой плавающий окошко. Со стрелками. Что за тут еще? Веб какой-то. Вот полноэкранная графика. Хорошо. Так, внизу у нас help, view, edit, copy, move, exit. Как help выглядит? Вот такой текстовый файлик. Давайте посмотрим теперь на другие. Так, Eolite file manager. Еще один файловый менеджер уже версия 3.75, что свидетельствует о его развитости. Этот файловый менеджер больше похож. Ну, там файловые менеджеры в Gnome или в MATE. Настройки. Так, смотрим дальше. TextReader. Это простой текстовый ридер. Попробуйте открыть какой-нибудь текстовый файл. Ну, я не знаю, где тут брать текстовые файлы. Может быть, вот info. Awesome. Давайте посмотрим. Нифига. Может быть, просто надпись менеджер. И можно увеличивать размер шрифта, уменьшать. А это что? Это TextReader. А вот открылся текстовый редактор. TinyPad. У него есть опция. Вот можно увеличить размер шрифта, уменьшить, включить номера строк, какое-то безопасное выделение, автоматические скобки, внешний вид, настроить. То есть, цвет символов, подсветки. Так, отмена. Кодировки. Ну, вот есть традиционные, памятные по старым временам CP 1251, DOS 866 и COE 8R. А вот UTF не срослось. Полноценный редактор текста с некоторой заточкой под программирование. Так, это мы захлопываем. Вот этот TinyPad тут же на рабочем столе есть. Далее еще один файловый менеджер. KFAR. Вот похож на FAR, похож на Midnight Commander. И тут тоже есть текстовый редактор. Помощь. Помощь есть. Так, и можно кодировку тоже выбирать. Клавиша F8, наверное. Вот две всего кодировки доступны. CP 1251 и 866. Так, хорошо. Удобный такой. Вот я бы в нем и работал, если бы я работал в CalibreOS. Так, глаза. Вот этот виджет, он известен по многим пользователям Gnome. Так, Animage. Графический редактор. Animage. Graphics Redactor. Что-то может рисовать. Вот палитру выберем. Рисует. Так, и рисует. Можно выбирать разные цвета. Типичный форумчанин linux.org.ru. Я несколько отвлекся, а сейчас и за окном потемнело. Я включил в свет и продолжу свой бормочущий обзор. Так, дополнительный софт для Calibre. Плееры Fplay. Ну, я не буду пробовать плееры, потому что у меня нет медийных файлов в этой виртуальном винчестере, который я создал для CalibreOS. Просто нет файлов, а я не перекинул их сюда. Эта передача просто обзор, первое впечатление от системы, как она есть. Ни глубокое впечатление, ни вникание в тонкости. Я ничего, ну, практически ничего не читал об этой системе, просто испытываю ее. Опытный пользователь, его впечатление от первого столкновения с операционной системой. Насколько с ней можно справиться без чтения документации, без чтения дополнительных материалов. Вот GraphX. А, вот еще один редактор, графический редактор GraphX2 и он перехватил курсор мыши и непонятно, как теперь отсюда выйти. Интересное дело. Квит. Маленькая кнопочка. Квит. Да. Дискард и квит. Вот, вышли отсюда. Так. 3D demos. Вот различные демки трехмерные. Вдумчивый, внимательный зритель мог заметить, что когда мы подносим к левому краю экрана курсор мыши, то появляется еще одна панель. Надо полагать, ее можно как-то настраивать, но я пока не знаю как. На этой панели мы видим Medium. Вот, MIDI-плеер похожий на VNAMP, но его звук нам недоступен по причине того, что я не настроил звук в виртуальной машине. Так. Далее. Смотрим, какой тут есть софт. RDSafe. Я не хочу вникать в это. FB2Read. Это, как я понимаю, Reader FB2 книг. Но у меня тут нет FB2 книги, поэтому я им пользоваться не могу. WebView. Простенький текстовый браузер. Вот, можно зайти через него на страницу Calibri и она отлично отобразится. Но, вот можно посмотреть исходник, редактировать исходник, запустить некий менеджер загрузок. Но вот, если мы зайдем на мой сайт simulet.org. А, а как тут раскладку переключать? English. Так, simulet.org. То мы увидим, что браузер не поддерживает UTF-8. В современных условиях это не очень хорошо, потому что очень много сайтов в Unicode. А тут, ну, хорошо. Давайте посмотрим, как англоязычная у меня страничка отображается. Вот. Кстати, очень приятные шрифты. Хороший движок отрисовки шрифтов в CalibriOS. Это текстовый браузер версия 1.6. Я не знаю, как тут поддерживается JavaScript и прочее. Никаких особых настроек я не вижу. Но вот, поскольку мне непонятно, зачем тут есть функция очистить кэш картинок, если браузер называется текстовый браузер. То есть, может быть, он способен какие-то картинки показывать. Но если мы зайдем на сайт, ну, давайте на google.com зайдем. Что мы увидим? Мы увидим пустой экран. Так, хорошо. Ну, с помощью этого браузера можно заходить на простые старые страницы, которые в кодировке CP1251. или, наверное, COI 8R еще поддерживаются. Самое время посмотреть на средства разработки, а потом играми мы закончим этот обзор, потому что, кажется, он затягивается навечно. Так. Дебаг. Дебаггер. Вот. Calibre Debugger. Очень здорово выглядит. Но я не буду ничего отлаживать. Нечего. Board. Это мы видели, доска отладки сообщений. Кэйпэк. Какой-то архиватор. Так. Див. Средство сравнения файлов. Но я не буду его сравнивать. Фасом. Компилятор. Flat ассемблер. Насколько я понимаю, это основной ассемблер для CalibreOS. Основное средство разработки. Пишем исходники в текстовом файле, а потом пропускаем его через этот Flat ассемблер. Так. DocPack. Что такое DocPack? Пакет документов, наверное. Ну, да. Тут можно смотреть документы. Это документация к CalibreOS. По функциям ее. Системная функция операционной системы Calibre. Увеличим шрифт. Кстати, вот только сейчас я заметил, что у окон есть кнопка уменьшения, закрытия, но нет максимизации кнопки. Так. Это будет как-то на досуге изучить системные функции. Вот тут как функция 0 определить и нарисовать окно. Вот уже по тому, что используется значение 65 536, можно судить, что это тип данных Word используется. Слово 2 байта. Так. Хорошо. Смотрим, да. Shell. Консоль. Консоль в CalibreOS. Все тут help можно набрать. Вот. Исходя из этого, вот, из команд, вот, ls, pvd, то есть, Unix подобный такой набор команд в этом Shell. Shell номер 076. Так. Hexedit. 16-ти ричный редактор. Открывать, опять же, вроде особо нечего. Давайте что-то тут откроем. Вот. 16-ти ричный редактор. И справочка в нем. Так. Смотрим дальше. Ну, System Panel мы видели. Теперь пробежимся по играм. Pipes, Exonics, Flooded, Косилка, Гомуку, Sudoku. Я никогда не умел играть вот эти вот, Sudoku и прочее. Так. Закроем. Pipes. Что такое Pipes? Соединить трубы. Вот в такие игры я тоже никогда не умел играть. Ну, там, тут надо вот соединять, перенаправлять в водяные потоки. Как-то тут вот так. В общем, простые игры. Так. Игра в шашки. Кликс. Это, как я понимаю, подобие того, во что играю сейчас на смартфонах. Уничтожать подобное. Далее. Снэйк. Змейка. Змейка какая-то есть. Курсором управляется змейка. Далее. Тетрис. Тетрис такой маленький. Маленькое окошко. Но вполне традиционный Тетрис. Далее. Вот по 15, я понимаю, это пятнашки. Пинг-понг. Хочу закрыть это окно. Пинг-понг. Больше похожий на Арканоид. Документация. Это висит и висит. Так. Далее. Морской бой. Очень похож на свой бумажный аналог. И Сапер. Майнсвейпер. Вот тоже одна из игр, которые я никогда не понимал. Пожалуй, на этом все. Завершаю обзор. Вот то, что умеет CalibriOS из коробки. Впечатления от CalibriOS положительные. Стабильные. Ну, вот то, что я запускал. То, что работает. Ничего не виснет. Ничего не вылетает. Все работает, как надо. Маленькие, компактные программы, которые написаны тем поколением программистов. И теми программистами, которые не боятся ассемблера, не боятся близко работать с операционной системой, с аппаратной частью. А не то, что сейчас многие программисты просто пользователи определенного программного продукта. Пользователи Java, пользователи C Sharp. Это не универсальные программисты. Универсальному программисту пофиг на чем программировать. Он берет документацию нового для него языка программирования и сразу начинает программировать на нем. Ему не нужно обучаться новому языку программирования. Он программист вне языков программирования. Программирование это вообще способ мышления. Это проникновение в то, как вещи работают и умение воссоздать процесс этой работы. На этом все. Это был обзор Calibreos. Хорошая операционная система. Посмотрим, как она будет развиваться дальше. Лает моя собака. Пора гулять. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok